смотрим значит вот нам приходит ответ вроде бы ничего такого особенного есть какие-то скрипты они подгружаются все у них здесь работает есть даже запрос на так называемые якобы сиден здесь у нас указывается домен и этот домен используется в качестве базового для того чтобы загрузить app.js и mustash min.js в принципе если погуглите посмотреть эти библиотеки библиотека первая она относится как раз таки у нас библиотеки шаблонизации mustash она существует она реально то есть ее используют для того чтобы создавать приложение и в принципе если сравнить ее исходный код с тем который доступен сети да он сейчас немножко устаревшие но тем не менее в нее никаких дополнений носилось и собственно в ней уязвимости тоже нет сразу скажу что не нужно ничего искать вокруг этого что мы еще смотрим что на что здесь мы можем обратить внимание в принципе исходный код здесь не такой большой он здесь загружается зависимости от условий условия здесь капча капча в принципе пока что выпилена из исходного кода чтобы не мешать запросам она принципе не нужна потому что каждый после разворачивания у себя этого сервиса будет работать самостоятельно друг другу вы мешать не будете поэтому она там не нужно но здесь осталось скажем так от нее потроха в исходном коде в принципе ничего такого особенного нет мы на него в принципе не можем повлиять поэтому смотрим грустим но не забываем что у нас всегда запрос состоит из заголовков и тело тело мы с вами посмотрели погрустили давайте теперь обратим свое внимание на заголовки если здесь что-то особенное первое что бросается в глаза естественно то что у нас сервер нестандартный использует так называемый джей уникорн которые ну порой используется для но джесса то есть возможно у нас на бэкэнде работает именно он для нас это по сути неважно но если вдруг у нас появится какой-то дополнительный подраздел нашего приложения то мы сможем его найти то есть фоне можно еще там держать запустите поискать еще какие-то директории возможно если в этом смысл дальше мы смотрим что здесь у нас есть информация по энтити есть информация по контролю кэша то есть что у нас кэшируется или не кэшируется на сайте и смотрим что здесь что-то еще есть и есть здесь вот такие не совсем стандартные запросы не совсем стандартные заголовки заголовки здесь добавляются отдельным модулем который настроен на бэкэнди называется он бар то есть это та часть которая отвечает как раз таки у апача за кэширование она здесь в принципе как бы не притязательно добавлено в основные заголовки и ничего такого интересного вроде бы как не несет но на первый взгляд давайте отправим вот этот запрос в compare 1 и давайте через репитер отправим еще запросик отправляем еще запросик также его отправляем в compare еще один запросик после этого смотрим что у нас произошло также вот compare compare как я рассказывал у нас сам по себе необходим для того чтобы мы могли сравнивать те запросы которые приходят если там много информации то мы можем просто при помощи burpa выяснить те точки где что-то поменялось и вот вуаля мы выбираем кнопочку word то есть мы хотим не бинарно сравнивать а просто хотим сравнить какие символы поменялись все внутри нашего запроса ну или ответа в данном случае мы смотрим на ответ то есть на респонс и мы видим что по сути каждый из запросов который у нас проходил он изменил только заголовок заголовки у нас поменялось время нашего обращения и указывается здесь такое параметры как варниш и у него здесь генерируются идентификаторы которые отличаются каждый раз при каждом новом запросе что это для нас значит это значит что хоть и этот сервер возможно не успевает там что-то прокешировать или сделать он пытается скажем так пронумеровать наш контент который мы запрашиваем от приложения то есть он сохраняет какую-то часть данных и возможно это все дело у нас проходит через несколько скажем так этапов обработки давайте посмотрим через сколько он проходит и проходит ли он вообще есть в бурпе на настройках как раз таки так у меня наверно в комьюнити идиш ни этого не будет в общем по умолчанию сам по себе бурп в комьюнити версии он не перехватывает запросы от фронт-энда то есть когда мы делали запрос по сути мы отправляли его от имени нашего приложения то есть у нас сохранялось только запросы которые касаются браузера то есть вот у нас есть урл и на конкретно этот кур у нас был перехвачен запрос у нас не было перехватов которые касаются фронт-энда то есть если у нас после того как мы обратились к ресурсу еще до гружались какие-то дополнительные картиночки скрипты там не знаю разметка это все подгружалась в фоне то есть мы за этим не следили бурп за этим тоже не следил вот чтобы это все подсмотреть и увидеть нам нужно включить то что касается перехвата информации о запросах фронт-энда ну я судя по всему не вижу это всего дело в настройках комьюнити но собственно говоря можем попытаться посмотреть эту информацию самом браузере в комьюнити версии это недоступно ну да у нас получается здесь совершенно другие запросы как так так да 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 здесь у нас запросы стандартные и в таком виде они никак не сохраняются ну то есть мы не видим запросы еще я вас крипта это можно достроить вполне возможно что что покопавшись очень долго в настройках, можно это все-таки дотюнить. Но нас, собственно, интересует что? Нас интересует тот простой факт, что мы хотим посмотреть, есть ли у нас какая-то дополнительная информация, когда мы обращаемся к серверу через Frontend. Вот у меня сохранился в истории как раз-таки запрос, который касается cdn.js, когда он запрашивается с сервера. То есть здесь у нас устанавливается информация для клиента, что мы закэшируем это в браузере. И в самом варнише, когда у нас проходит запрос, мы видим, что здесь оказываются тоже теги, которые касаются кэширования. То есть получается у нас браузер договорился, что я сохраню для тебя вот этот JavaScript, который получил от сервера. Но и сам сервер также говорит, и я сохраню информацию, которую ты у меня запрашивал. То есть все все запомнили, и по сути взаимодействия не произошло. И что мы здесь видим? Мы видим, что Edge, так как у нас кэш-контрол здесь указывается, и указывается конкретное время, сколько он будет это хранить. То есть появилась эта штука. Плюс у нас есть метки, которые указывают на modified, то есть запросы, которые касаются именно JavaScript, они кэшируются. Вуаля, мы это увидели, мы это посмотрели в заголовках. Теперь, что мы можем с этим сделать? Мы видим, что Edge, который касается именно запроса, связанного с этим CDN.js, он поставил Edge 24. Давайте посмотрим, есть ли еще какие-то дополнительные запросы, которые, допустим, имели другой Edge. Вот у нас получается CDN.js имел 24, еще раз был CDN.js, здесь у нас 0. Дальше, если мы будем просматривать, мы увидим, что есть еще App.js, он тоже запрашивается с сервера, у него тоже есть другой Edge. То есть Edge меняется в зависимости от количества запросов. Ну, собственно, что мы можем с этим делом и безобразием сделать? Мы можем сделать следующее. В поставке бурпа есть интрудер, можно его зарядить, но для чего, собственно, зарядкой, что мы можем с этим сделать? В чем идея атаки? Атака заключается в следующем. Если мы отправим на, допустим, интрудер, вот интрудер, пакет, который содержит запрос на получение Ява-скрипта, который находится на сервере в кэше, вот этот пакетик, мы его отправили, в интрудере он появился. Теперь нам нужно отправлять просто запрос, который есть здесь на протяжении всего времени, сколько устанавливается кэш. То есть вот у нас MaxH указан на кэше, значит, мы должны его превышать несколько раз. То есть мы, по сути, делаем своеобразную такую DOS-атаку, которая стабильно отправляет пакет с вот этим запросом, но с измененными какими-то данными. В данном случае, если вы погуглите и посмотрите информацию по поводу Варниша, Варниш имеет специальные заголовки, которые следят, откуда брать информацию и что конкретно делать, что кэшировать. То есть здесь есть у нас один из заголовков, который называется X-Forwarded Host. Это тот параметр, который сохраняется в Варнише, чтобы он мог запросить какого-то определенного сервера информацию о том, что вот мне пришел вот такой запрос, есть ли что? Ну, то есть, допустим, у нас, опять же, на примере какого-нибудь ВКонтакте или большой какой-то сети, где много пользователей, и нужно обрабатывать быстро кучу запросов. Там есть куча воркеров. Чтобы этот процесс не ложил сервер, нужно, чтобы было какое-то разграничение нагрузки. То есть если тысяча пользователей на один сервер ломанется, он может себя не особо хорошо чувствовать. Поэтому перед ними ставится прокся, которая будет это все распределять на отдельные кусочки. То есть она побьет их, допустим, по 10 человек и на каждый сервер расправит. И в этом случае получается то же самое. То есть у нас Варниш принимает информацию, с какого сервера ему нужно вернуть данные, и запрашивает у него частями эту информацию. В нашем случае это яваскриптовский, короче, файлик. Может быть, это и картинка, может быть, что угодно. Так вот, почему здесь интрудер может не подойти? Ну, по крайней мере, в комьюнити-версии. Нам нужно отправлять эти запросы очень длительное количество времени. И не факт, что мы победим и найдем информацию, которая подтвердит нашу гипотезу, что реально закешируется наш запрос, и пользователи начнут это все дело получать. Поэтому, чтобы не париться с тем, что связано с интрудером, можно написать небольшой скриптец. Скриптец выглядит следующим образом. У меня есть домашняя заготовка, выглядит она вот так. Что из себя он представляет? По сути, это стандартный скрипт на питоне. Можно его переписать на любой другой язык программирования. Главное, чтобы там были циклы и возможность общаться через HTTP протокол. Что здесь указывается? Requests – это стандартный у нас модуль, который работает с запросами по HTTP. И с HTTPS он тоже умеет работать. То есть здесь мы просто описываем те параметры, которые мы хотим отправить в заголовки, те body, которые нам нужны, и отправляем. Мы указываем параметр xForward.zhost на IP-шник. Можно его поставить свой, а можно поставить, в принципе, любой от балды взятый, который будет просто иметь смысл для вас, как для тестировщика. То есть вы не хотите пока что ломать сервис полностью. Вы хотите понять, действительно ли происходит у нас инжект в кэш, который есть на бэкэнде. Что мы делаем? Самую страшную вещь среди программистов мы делаем вечный цикл. Вечный цикл будет у нас заниматься следующими вещами. Он будет создавать get-запрос на вот этот домен. Откуда он взялся, как я его получил? Вот смотрите, вот мы вот здесь берем вот этот самый домен. Он используется для того, чтобы стать адресатом, откуда будет подгружаться app.js. Поэтому мы пишем его сюда, говорим, что мы вот хотим app.js через get-параметр, и в заголовке указываем xForward.zhost. Но указание здесь xForward.zhost, как вы видите, в оригинальном запросе это он же сам. То есть хост повторяет как раз-таки этот хост, а мы его поменяем на 1, 2, 3, 4. То есть мы его поменяли. И дальше мы смотрим. Если у нас появляется 1, 2, 3, 4 в заголовке или в отданных данных, короче, если где-то он все-таки засветится, в этот момент мы показываем результат и все, останавливаем цикл. Давайте попробуем эту самую штучку. У нас это был, если я правильно помню, второй питон. Poison. И начинаем генерить кучу информации. На что здесь мы обращаем внимание? Что должно греть душу, как тому, кто ищет уязвимость эту. Мы видим, здесь есть один параметр заголовки, который называется age. И к нашему счастью он сейчас растет. Растет он не особо быстро. Дело в том, что это у нас немного потоков. Это всего лишь один поток. Один всего лишь запущен сервер. Один запущен, скажем так. Не, подождите. Сейчас правильно скажу. Запущено на самом деле 4 воркера. Но у нас один атакующий. То есть количество, скажем так, неравное. Поэтому значение вот это растет не особо быстро. Но amplification, то есть умножение на вот эти как раз таки воздействия, мы можем сделать, сняв всего лишь, допустим, вот это на Ctrl-C нажимаем, пишем multitread и начинаем взаимодействовать с этими воркерами напрямую. И, естественно, все это дело будет происходить быстрее. То есть здесь уже скорее инженерная задача, нежели задача того, кто тестирует приложение. По сути, все происходит у нас достаточно грустно. Ну что мы видим? Варниш у нас добавляет новые данные в свой кэш. То есть здесь у нас растет время, сколько он будет это хранить. Но идентификатор у нас остается один и тот же. Edge у нас продолжает расти. И здесь, что важно, дождаться того момента, когда у нас произойдет как раз таки истечение вот этого срока, и мы увидим результат. То есть когда мы Edge начнем заново с нуля, по идее должно сломаться приложение и будет пытаться забрать информацию из того сервера, который мы ей заставили себе взять. То есть, по сути, сейчас мы потихоньку так буль-буль-буль-буль накладываем информацию, которую хотим отдать другим пользователям. То есть вот у нас идет 109 уже отметка. Ну, на самом деле, если на 120 ничего не получится, тогда придется тестировать это все дело заново. Опс. Как мы видим, произошло то, что мы как раз ожидали. У нас на 120 буквально на одном цикле как раз кэширования все добавилось. И теперь, как вы видите, Fetch у нас показывает такую информацию. Если вы не верите глазам и думаете, что это шулерство, я отключу Intercept и попробую сейчас пройти в браузере на сайт. То есть вот я сейчас его обновляю. Опс. У нас, естественно, все ломается. То есть мы не можем посмотреть информацию по тому, что отрисовывается. Как вы помните, у нас должна информация забираться из сайта, который связан с нашим кэшированием. То есть вот здесь должен быть app-vulnerable. Прошу прощения. Вот он мне сейчас показал так эту штуку. То есть у нас здесь, по сути, должна быть app-vulnerable. Видите, у нас приложение. То есть я сейчас обратился к приложению, и приложение отдало не собственный JS-файл, а отдало файл, который находится на эпичнике 1, 2, 3, 4. То есть теперь, пока у нас кэш заново не попытается обновить свою информацию, то есть пока у него не протухнет вот этот инстанс, он будет отдавать всем пользователям, которые работают с этим сервисом, только то, что мы хотели. То есть вот он попытался забрать еще какую-то информацию, помимо нашего app-js, main.nst, но это еще дополнительная инфа, которую он пытается подгрузить, и ничего не получилось. То есть вот часть информации у нас отвалилась. Но с app-js вот он пока что нормально все. То есть он находится, не модифицирован. Кстати, забирается из бэкэнда. Причем бэкэнд у нас находится во внутреннем периметре. То есть он, как вы видите, работает на порту 8080-701. То есть он на локал хосте просто вращается, и мы к нему доступа не имеем. У нас как раз-таки варниш наш запрос кэширует и запрашивает уже у себя там где-то эту информацию. Что мы можем делать с этой штукой? То есть вопрос. Как бы оно все круто, здорово. Что мы с этим-то делать будем? Делать мы можем очень-то достаточно простые вещи. Но, собственно, эта вещь называется XSS. То есть мы можем заставить приложение запомнить у себя в кэше запрос, который мы нагенерили. То есть, допустим, у нас есть ограничения, которые мы не можем обойти при помощи инжекта в саму HTML-страничку. Но очень хочется. Чтобы это очень получилось, можем попытаться пропихивать наш пейлот внутри как раз-таки того, что происходит на сервисе. По прошествии, скажем так, времени, там еще посетев, поизучав, что же конкретно нам возвращается. Сейчас я перезапущу сервис, чтобы быстрее вам показать информацию по файлу main.mst. Что там вообще происходило? Как он работал? Так. У меня... Сейчас, секунду, я в контейнер просто... Ну... Пока что попробуем поддергать этот сервис, он работает или нет. То есть, он должен упасть. Да, он упал. И сейчас он обратно восстановится, чтобы у него был чистый кэш, и мы могли дальше поэкспериментировать. Да, вот он пытается загрузиться. Как вы видите, оп, он main.mst попытался здесь показать... Ну, то есть, у него здесь, в принципе, все нормально. Что мы можем тут увидеть? Вот у нас приходит респонс. В этом респонсе есть какие-то данные. Они закодированы в B64. Давайте посмотрим, что они сейчас направляют. Может, что-то интересное? Да, это достаточно любопытная штука. Если мы посмотрим внимательно на это дело, то здесь можно, в принципе, невооруженным глазом увидеть темплейт, который используется фронт-эндом для того, чтобы нам отрисовать информацию у пользователя. То есть, это как раз-таки шаблонизатор мусташи, который мы видели с вами в загрузках также на этот сервис. То есть, вот у нас здесь мусташи есть. Вот он как раз-таки используется. Он возьмет себе этот шаблон и попытается его отрендерить. То есть, чтобы пользователь видел здесь уже HTML-страничку. Что для нас это значит? Для нас это значит то, что, по сути, мы можем провести атаки, которые связаны как раз-таки с темплейтом-ъекшеном. Но нам не нужно ломать логику работы как раз-таки этого шаблонизатора, то есть, вставлять сюда специальные какие-то символы. Вместо этого мы можем просто подобрать тот пейлот, который будет соответствовать задаче, допустим, XSS. То есть, мы видели, что у нас директории, которые связаны с вот этим как раз-таки пейлотом main-mst, они выглядят по иерархии CDN, а потом идет вот это main-mst. Опять же, домашняя заготовочка. Если посмотреть на правила, как формируются обычно вот эти все шаблоны внутри шаблонизатора мустажа, можно легко восстановить, что здесь еще будет. То есть, по сути, мы берем тот же самый шаблон, который получили от сервера, и немножко его модифицируем. Модифицируем мы его таким образом. Мы указываем здесь, что мы хотим добавить вот такую картиночку. Картиночка здесь отличается от обычной тем, что мы указываем URL. Помните наше задание по XSS? Мы пытались через request bin отправить запрос и получить куки от администратора. Здесь, по сути, идея та же самая. Единственное, что у нас нет, скажем так, робота, который будет постоянно заходить на этот сервис и отдавать какой-то флаг. Но, тем не менее, механику атаки мы на 100% проведем. То есть, мы добавляем вот эту строчку в наш файлик, собственный, который находится у нас. Что дальше делаем? Мы указываем, что на 8000-м порту будем ждать запросы, которые придут за вот этим как раз файлом. Выходим на директорию выше. И здесь у меня также есть небольшая заготовка, которая касается работы с сервером. То есть, у нас есть вот такой сервер. Я его чисто нашел на просторах интернета. То есть, даже не обязательно знать язык программирования и вникать, как это пишется. Это все касается инженерной мысли. Все давно уже придумано. Simple HTTP сервер – это стандартный модуль, который есть в питоне. Нам достаточно того, чтобы он запускался везде. Собственно, здесь в этом скрипте есть это везде. Запускается как во втором, так и в третьем питоне. Что здесь требуется сделать? Нужно единственное, что сделать – это написать бутон и указать сервер. Все. С этого момента на 8000-м порту у нас открыт HTTP сервер. Как это проверить? Мы можем посмотреть в усов. Вот у нас есть информация о локальном порту. 8000. Он открыт на любом интерфейсе активном. Теперь, что мы делаем? Мы модифицируем наш скрипт, который касается Poison. И указываем здесь тот IP-шник, который нас интересует. То есть нам нужно здесь поставить тот IP, который у Kali. У меня так как локальная сеть, поэтому я его здесь не ставлю. Чтобы обращение произошло именно к тому хосту, который занимается как раз-таки чем занимается. Можно попробовать так, можно потом попробовать через порт, если не получится. На самом деле не столь важно. И снова мы заставляем наш сервер страдать. Мы опять ему заливаем кэш. И после того, как это будет, скажем так, впитано кэшем, мы это получим на основном сервисе. Сам сервер вот этот потестить себе я выложу также в личный кабинет. Его можно будет настроить. Там будет инструкция. Это докер-контейнер, который надо будет поднять. И дальше будете тестировать. В принципе, это такая уязвимость, как я говорил, которую не сильно пытались как-то нивелировать, не пытались с ней бороться. Просто знали, что она может быть и есть, может быть в каких-то условиях ее можно применить, но вот не получилось. Кстати, в новостях не так давно пролетала информация о том, что как раз спецслужбы Соединенных Штатов иногда применяют этот способ для того, чтобы некоторых, как сказать, пользователей Даркнета перехватить и понять, где они находятся. То есть точно так же отравляется кэш, но только внутри DNS-запросов и профит налицо. Ждем, пока у нас переполнится кэш. Что касается заданий, которые связаны с Command OS Injection. Они будут добавлены в личный кабинет в качестве заданий на RootMe и RingZero. На RootMe они прям так и называются OS Command Injection. Там очень просто их тестировать, там всего лишь одна форма. Я жду от вас не то, что флагов, а просто описаний того, как вы провели атаку, как думали, как искали payload. Пользоваться можно флешами, можно точкой-запятой. Все зависит от того, как вы зафазите все это дело. Пока у меня заполняется кэш, можете задавать вопросы, может быть что-то было непонятно. Буду отвечать параллельно тогда. Смотрите, у нас произошел как раз-таки счастливый момент, связанный с заполнением кэша. Давайте попробуем отправить запрос. Будет ли что-то происходить. Так, кэш у нас заполнился. Мы видим, что здесь есть запрос на тот IP-адрес, который мы поставили. Единственный косяк, что у нас это все дело не на порту 8000 оказалось. Не беда, не страшно. Мы тогда возьмем наш скрипт, снова перепишем и укажем еще forwarded host и IP-шек. И пробуем еще раз заполнить ему кэш. Коллеги, вопросы? Вот, как раз можно наблюдать тот момент, когда у нас переходит уже счетчик через 120. Это когда мы уже отравили кэш, и он не в состоянии больше подняться и выполнить хотя бы еще какие-то данные получить. В этот момент уже нужно либо ждать, пока обновится кэш, либо перезапустить само приложение. Оп. Собственно, суть атаки нам нужно сейчас заставить, чтобы все-таки пришел отступ на наш сервер, который поднят на 8000 порту, и после этого успех. Ну, мы, в принципе, видели, что как раз воздействие возможно, и здесь только вопрос времени. Если вопросов нет, тогда спасибо за то, что пришли, спасибо за то, что слушали. Буду ждать выполнения от вас домашних заданий. Всем спасибо.